И теперь о событиях дня подробнее. Два человека получили травмы в результате аварии с маршруткой в Иркутске. Предполагаемый виновник – водитель общественного транспорта. ДТП произошло в начале восьмого утра, когда многие ехали на работу и учебу. Газель, следовавшая по маршруту 35С, столкнулась с машиной такси. Ее отбросила на проезжавший мимо автомобиль. В результате пострадали три человека – водитель и пассажир первой легковушки, а также женщина, которая ехала в маршрутке. Госпитализация потребовалась двоим, впоследствии одного отпустили. А вот пассажирке маршрутки предстоит лечение. У нее черепно-мозговая травма, открытый перелом ключицы. Наблюдается пока нарушение пункта правил 13.11 ПДД РФ за водителем газели. Непредоставление преимущества при проезде перекрестка другому транспортному средству. Окончательная виновность в данном транспортном происшествии будет поставлена после проведения всех необходимых административных расследований. Полным ходом идет расследование по факту другого ДТП в Иркутске с маршруткой, в котором один человек погиб и шестеро получили травмы. Предполагаемого виновника водителя на марке отпустили под домашний арест. Однако сегодня в Иркутский областной суд поступила апелляция о пересмотре решения. В течение трех дней она должна быть рассмотрена. В последнее время ДТП с общественным транспортом в регионе происходит регулярно. Сегодняшний день и вовсе отличился. В Иркутске маршрутка номер 27 столкнулась с легковушкой. Автобус развернула посреди улицы. В Ангарске с рейсов сошел трамвай. Во всех случаях обошлось без жертв. А вот в Усть-Куте авария привела к гибели 17-летнего парня. Правда, на этот раз обошлось без участия общественного транспорта. Студент речного училища без спроса взял автомобиль отца и поехал кататься с двумя однокурсниками. На большой скорости машина врезалась в столб и перевернулась. Один молодой человек погиб на месте, второй с тяжелыми травмами доставлен в больницу.